Также на сегодняшнем президиуме обсудили вопросы капремонта. Главное нововведение этого года – замена старых лифтов и систем газоснабжения. О том, где и когда начнут проводить ремонтные работы в этом году, расскажет Виктор Бородин. Так в Красноярске проходит разгрузка первой партии новых лифтов. Их накануне привезли из Омска, а уже в среду начнут устанавливать в жилых домах по всему Красноярску. Изначально в 2020-м по региональной программе капремонта планировалось заменить почти тысячу старых лифтов. Однако в эту программу уже скоро внесут изменения. До 2022 года жители Красноярского края получат в общей сложности 3000 новых лифтов. Хотелось бы отметить, что и в Норильске работа уже ослаженная, настроена. Там более 100 единиц лифтов уже привезено северным морским путем. Поэтому сомнений нет о том, что мы заменим тысячу лифтов, установят в наши многоквартирные дома. И действительно граждане получат уже качественный, выполненный капитальный ремонт своих домов. Работа по замене лифтов – это одно из приоритетных направлений. Также силы направят на замену систем газоснабжения. Их будут ремонтировать впервые. Такой вид работ пройдет более чем в 400 домах. Мы впервые в этом году делаем упор на газовое оборудование и замену лифтов. Почему? Потому что это те виды работ, которые можно отнести к опасным, которые так или иначе связаны со здоровьем и жизнью граждан. Готовиться к капитальному ремонту 2020 года в Красноярске начали еще в прошлом году. Были проведены конкурентные процедуры и определены подрядчики на лифты и системы газоснабжения. Партии с лифтовым оборудованием уже начали доставлять в регион. Естественно, количество выполненных работ в сравнении с тем, что было еще там два, тем более три года назад – это просто небо и земля. Поэтому вывод очень простой. Можем, если захотим. Первое место по Сибирскому федеральному округу. Оказывается, можно его было достичь. Три года назад мы находились в аутсадерах, по-моему, где-то там на пятом, что ли, месте с конца, или что-то в этом духе. В планах на 2020-2022 год провести ремонт почти в двух с половиной тысячах домов по всему Красноярскому краю. Кроме лифтов и систем газоснабжения, особое внимание уделят восстановлению крыш. Виктор Бородин, Павел Иваницкий, 7 канал.